привет друзья сегодня мы с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег я хочу вам анонсировать сразу сейчас цикл передач которые я буду снимать именно про электро ошейники то есть не всегда вот электро ошейник сразу начинают люди как бы ассоциацию такую проводить о том что это больно там что там электрошок и так далее друзья мои мы идем с вами вперед вы помните вот эти мобильные телефоны которые были то nokia 3310 до ореха кола там и так далее то есть сейчас вот видите на мне надеты часы которые уже выполняют функции мобильного телефона да они сердечный ритм считают и шаги считают и калории высчитывают и так далее то есть то же самое я могу сказать у электро ошейника то есть те допотопные электро ошейники которые били лупили собаку током значит как бы они уже даны давно ушли и поверьте мне что начиная с 60-х годов это вот именно виды дрессировки методы воздействия на корректировки на собак они вот в европе уже давно применяется у нас сейчас тоже захлестнула волна именно вот использование электро ошейников но многие кинологи многие кинологи многие владельцы собак которые не имеют опыта общения услышали да вот здесь сейчас условный рефлекс выработка корректировка и так далее то есть взяли электро ошейник выставили на максимум и начинают долбить свою собаку током понимаете никакому хорошему результату эту не прибудет современные приборы вот вот как сейчас в частности представлен у меня здесь вот один из таких приборов работают вообще по другому принципу то есть здесь вы при помощи этого прибора можете не одной собакой управлять а несколькими собаками одновременно здесь несколько программ воздействия то есть помимо вот именно самого скажем электро электри электрошокового воздействия хотя тут шоком то не назовешь потому что здесь различные уровни выставляются для воздействия на животного там что даже я на своей чувствительной кожи ну просто вот первые уровни я их не слышу вообще и помимо вот именно вот электрического воздействия на собаку здесь еще дополнительные уровни есть то есть ультразвуковой уровень это вибро уровень то есть различные по длительности уровня воздействия да вы при помощи этого ошейника вы можете понимаете вести корректировку то есть вы вам маркер до маркер нет он который мы с вами изучали до который я говорю вам постоянно всегда изучайте всегда приучайте свою собаку к тому что когда она должна значит когда она сделала хорошо когда она сделала плохо да то есть маркер да это какое-то желательное действие и маркер нет это какое-то нежелательное действие да то здесь при помощи допустим вот я один из примеров привожу ультразвукового воздействия там одного сигнала вы можете говорить собаки да то есть это кликер дистанционный который будет работать у вас и как вот заявляет вот эта компания которая будет сейчас прибор находится у меня здесь на столе то есть здесь до 1000 метров воздействия на животное то есть радиус действия вот этого электроошейника до километра представляете себе то есть собака сделала там вы там след допустим изучаете да или там охотник какую-то собаку породу какую-то и она сделала правильное действие вы пока дойдетесь до нее там скажите о том что она молодец сделала хорошо здесь вы на кнопочку нажали собака поняла ага пик все хорошо она молодец все хорошо сделала и не всегда и даже в большинстве случаев не нужно будет применять к электрическому воздействию дистанционному потому что здесь помимо этого есть еще и вибро воздействие да которые для собаки тоже будет непонятно бог бы более никакой нету но воздействие собака поняла о том что она сделала что-то плохо при помощи там вибро отклика допустим да тоже тоже разные программы под разные собаки все это выставляется то есть приборы современные достаточно то есть специализированные именно если вы будете их правильно применять то есть выставлять правильно уровне то есть заранее приучать собаку к этому к ношению этого прибора то вы добьетесь невероятных результатов вот что я вам хочу сказать поэтому давайте мы все вот эти вот мифы в сторону отметил а теперь представьте если вы возьмете корректирующий такой же тоже дрессировочную амуницию виде строгого ошейника да то есть вот как вот например отучить собаку команде научить собаку команде фу при помощи дрессировочной амуниции строгого ошейника вы одеваете вот этот вот я не знаю там садомаза прибор на шее животному да она у вас идет начинает подбирать и вы поводком резко дергаете животные вот эти шипы начинают впиваться в шею вашему животному и вы мне хотите сказать что это гуманный способ нет а еще есть у нас любители такие знаете которые вот есть такой вот вид строгого ошейника который вот я поставьте что это шипы да когда вы дергаете зажимаете он вот так вот зажимает именно кадык вот здесь вот зажимает то есть есть кинологи которые вот таким методом воздействует и говорят что это хорошо это гуманно то есть классическая школа дрессировки да или вы скажем нажмете на на кнопочку и у вас просто завибрирует до собака отвлечется просто она от этого вот предмета который лежит у нее вот который она сейчас нюхает сожрать хочет да но то у нее завибрировала что-то она не поняла и она уже отлучилась и здесь вы уже этот команды камни подзываете и к себе до разница есть есть то есть электрическое воздействие мы не включаем с вами да и как только она отвлеклась и сразу прозвучал свисток о том что да нажали на кнопочку да молодец короче ты вот хорошо что ты отошлась из от этой подкормки собака подбежала к вам в ее почти то есть вот методы воздействия должны быть при помощи вот этого вот прибора итак друзья мои я вам анонсирую значит следующие передачи на следующей передаче мы будем делать обзор именно вот этого прибора будем сравнивать его с другими приборами которые дистанционных помогают нам корректировать наших домашних питомцев именно любимых наших питомцев которых мы любим поэтому собственно говоря и приучаем их правильному образу жизни потому что если невоспитанное животное до насчет бросаться куда-то на какие-то автомобили но в результате может попасть под колеса да если ваше животное там бросится на велосипедиста да тут конфликтная ситуация какая-то произойдет если будет какое-то нежелательное поведение которое будет вызывать вас конфликт с вашими соседями да ну допустим лайк какой-то или грязная собака с грязными лапами подбежит и обрадуясь кому-то станет там на человека начнет прыгать и замажет ему курс опять конфликтная ситуация и вы постепенно начнете уже ненавидеть своих животных как собственно говоря делают многие многие владельцы начинают избавляться от них начинает куда-то там усыплять при пристраивать какие-то приюты отдавать каким-то другим людям то есть понимаете вот минимальное воздействие какое-то корректирующие на животное при помощи вот этого вот прибора поможет вам сгладить все вот эти вот конфликтные ситуации вы получите себе хорошего друга хорошего партнера и как правильно это все делать как правильно приучать как правильно выбрать прибор который поможет вам в этом во всем а в об все об этом будет в цикле этих передач сразу говорю вам следующая передача будет обзор прибора которая прислала мне вот это вот компания ну хороший прибор что там говорить поэтому друзья давайте не будем мы с вами ханжами не будем стоять на месте будем идти развиваться с современными технологиями да мы с вами живем сейчас век информационных технологий заслужите доверие заслужите уважение с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег спасибо и и и и и